Обращу внимание, что недвижимость, на которую обычно люди ссылаются, у меня много недвижимости, у меня там автомобили, у меня там земля и прочее. Я могу сказать, что когда вы переедете в США по визе B и увидите как там хорошо, ровно через неделю вы позвоните сюда и скажете, распродавай все, нам нужны деньги, нам нужны наличные, мы хотим здесь что-то делать. То есть вся эта недвижимость, это особо здесь роли не влияет. Здесь влияет конкретно то, чем вы здесь занимаетесь. То есть что мы делаем? Мы берем человека, берем его профессию и задача нашей компании сделать так, чтобы человек стал компетентен. Потому что следующий этап. Человек из деловой активности переезжает в США, то есть переходит в США. Здесь нужно набрать 5%. Но вот эти 5% это очень важно. У нас не разный был случай, когда девушка из Бишкеха, мы готовили ее больше 3 месяцев, у нас сейчас в Москве. У нее профессия, она шьет, швея. Ну сами понимаете, что для чего в США нужна швея, если там своих достаточно людей. То есть ее профессия, она в принципе не набирает своих 20% и она не проходная. То есть для нее можно было сделать единственное что, это стать представителем своей компании. То есть я знаю, что здесь в Бишкехе когда-то была американская база, и здесь делали мероприятия, там одежду показывали национальную и так далее. Это было, да, такое? Да. У девушки был опыт, она один раз это делала, то есть она имела такой опыт, она решила, что она готова в Соединенных Штатах сделать все то же самое. Вот, то есть фактически осуществить переход с обычной работы, которая не набрала даже и 5%, набрать свои 20%, показав, что она представитель, и переехать вот сюда в Соединенные Штаты. Ну и следующее, это другое, тоже выбирать 5%. В общем, в итоге, обычно перед отправкой на интервью я делаю людям экзамен. У меня человек выходит так же, как я сейчас стою перед вами, я задаю ему вопросы, они будут каверзные, я буду задавать вопросы с разных сторон, но мне нужно подтвердить, что человек компетентен. То есть, если человек некомпетентен, и он, допустим, не может затянуть свои 5%, мы его отменяем, он идет на интервью, мы его готовим заново. То есть, что такое компетентность? Если я, допустим, швея, и я еду в Соединенные Штаты представителем какой-то компании, ну, для начала я должен иметь опыт и не раз. То есть, я должен быть реальным представителем. Вот, был у вас у кого-то такое, что когда вы, допустим, заходите куда-то, да, и, ну, я лично по своему примеру, так как я прошутист, и у меня был такой момент, когда мне нужно было сделать первый шаг, мне нужно было найти своего инструктора, которому я доверю свою жизнь. Это очень важный момент. Он должен был взять меня в сцепку, и мы с ним должны были прыгнуть в 4000 метров. Мне было очень страшно. И когда я пришел, передо мной сидело 7 инструкторов, я выбрал своего. Я подошел, увидел, да, это он. Я не задавал ему вопрос, сколько у тебя прыжков. Там, давно ли ты этим занимаешься, были ли у тебя цепки, были ли у тебя травмы. Я просто увидел, что этот человек компетентен. Понимаете, это важно. Компетентность, не нужно спрашивать, задавать вопросы, это видно сразу, с первого взгляда. То есть, достаточно моих глаз, чтобы я увидел, что этот человек профессионал. Вот таким же человеком вы должны оказываться в Соединенных Штатах, я имею в виду в посольстве. Понятно, да, что такое компетентность. То есть, вот этот момент, он важен. И мы готовим человека. То есть, у нас, допустим, эта девушка, она там ходила на мероприятия, она там посещала всякие разные выставки. Во время поездок в Шунген, она была в Болгарии, там, на всяких разных семинарах. Она была на мероприятиях в Финляндии, смотрела, как все это проводится. Чуть-чуть, вот, буквально там 3-5 процентов, она не набрала. И пока я был в США неделю, она решила, что она готова. Она перепрыгнула меня, и ей то, я там заполнила анкету, она получила отказ. Пришла в слезах к нам, и говорит, я там нашла другую компанию, я не могла ждать. Я себя чувствовала настолько готова. Я говорю, стоп, секунду. Мы же даже экзамен не провели с тобой. Зачем ты пошла? Ну, в общем, в итоге слезы, в итоге отказ. И визовая речность теперь придется еще заново наращивать. То есть, если у человека был отказ, то прибавьте сюда еще каждой позиции по 10 процентов. Это тоже можно сделать после отказа, но это сложнее. Вот, это виза Б. То есть, по визе Б требования вот такие. Теперь мы берем визу Ф. Ф1. Смема. Здесь визовая история может быть другой. Здесь визовая история может быть 40 процентов, и этого достаточно. То есть, две поездки куда-то для визы Ф1 уже достаточно. Но здесь должна быть деловая активность сильнее. То есть, здесь, в принципе, американский законодатель предусмотрел, что если человек езжает по Ф1, то, в принципе, он может уже жить в США в течение 5-6 лет, продлять эту визу, не выезжая, и в итоге получить грин-карту. Для того, чтобы подтвердить его связь с Родиной, здесь в процентах получается выше, тут 40 процентов. То есть, по идее, здесь чуть побольше деловая активность. Она набирается за счет всяких разных курсов английского языка, мероприятий и так далее, и так далее. Это мы тоже делаем для клиентов, которые станут нашими клиентами, и скажем, как это делается. Вот, по США. США здесь 10 процентов. 10 процентов здесь набирает школа. Школа английского языка. То есть, рейтинг школы тоже очень важен. Чем выше рейтинг, тем больше вероятность того, что вы получите свои 10 процентов. Ну и следующее, это другое. Другое может быть участие в каких-либо некоммерческих организациях, партии, политические партии, некоммерческие организации. Всякие разные там садовые товарищества, жилищные кооперативы и так далее. То есть, чем больше вы показываете свое членство в каких-либо некоммерческих организациях, тем лучше. То есть, вы набираете свои 10 процентов. Это то, что связано с ней миграционной визой. С визой Е2 и с визой Силанди там особые условия. Вы, кстати, можете рассказать, наверное, про Силанди. Ну, не здесь, а в офисе. Да, если кого-то будет нужное. Ребят, Силанди это программа работы на круизных лайнерах. Те, кто живет в Бештеке, наверное, знаете, да, что есть агентство, которое трудоустраивает на американские корабли. Это сфера обслуживания, аффицианты, продавцы, это отдел хаус-киплика. Кому интересно, ну, для этой программы люди должны владеть реально английским языком. То есть, там приходится проходить интервью с преподавателями. То есть, это уже не на территорию Штатов Америки, а на американских кораблях. То есть, там путешествуешь и зарабатываешь деньги. Это программа для молодых ребят от 18 до 35 лет. Кому интересна эта программа, вы можете к нам в офис бегать и узнавать. Я думаю, что Илья с Москвой приехал, чтобы рассказать другие программы. Да, да, да. Значит, виза В, опять же, туризм. У меня очень много людей уезжает по спорту. Я завожу команды, группы, посольства и ответы.